Привет, мои крошки! По многочисленным запросам я планирую снять видео, подписчики управляют моим днём. Совершенно не представляю, что получится, но вот мой инстаграм, и я уже сделала, выложила пост с вопросом, хотите ли вы, чтобы вы поуправляли моим днём. Сейчас жду и посмотрим, вообще готовы ли вы поуправлять. Я не знаю, готова ли я, чтобы управляли моим днём, я к этому видео долго подготавливалась, исключительно потому, что все попросили, многие прям попросили, много запросов было. Ну, например, вот, что пить утром, кофе или чай, я не стала спрашивать, потому что вдруг вы напишите мне чай, и всё, а день, считай, вообще просто насмарку. Кстати, я добавила сейчас сюда вишнёвый сироп, с вишнёвым сиропом, такая фигня латэ, лучше классическая. Ну что, ждём. Уже совсем немного человек посмотрели мой сториз, но уже очевидное преимущество, что хотят, чтобы я снимала для вас, и вы хотите управлять моим днём. Я уже, честно говоря, немного представляю. Такой человек, который любит всё контролировать, мне нужно хотя бы несколько развить и понимать. Вот, смотрите, 89 на 11. Первый вопрос, управление моим днём, это будет мыть мне голову или нет? Интересно, мои подписчики захотят, чтобы я ходила сегодня с чистой головой или с грязной? Самое интересное, что я вчера снимала видео, и у меня пятнистые красные волосы мухомор. Мне интересно, они помнят это? Что скажут? Ну, мне кажется, что все проголосуют за то, чтобы я помыла голову. Им же тоже, им же тоже. Слышите, это вы управляете моим днём, а я говорю о подписчиков в третьем лице. Вам же тоже хочется, наверное, видеть меня с чистой головой. Ну, посмотрим, что вы решите. Дэни, сегодня подписчики управляют нашим днём. Ты готов? Эй, ты готов делать всё, что они скажут? Сегодня зависит день от них. Чего мой такой сладкий? Ещё я подумала, что можно было бы сделать маску, так как я вчера была в соляре, и надо бы увлажнить свою кожу. Ну, как же я без вас могу сделать маску? Я выставила опрос тоже в сторис. Хотите ли вы, чтобы я сделала такую маску? Позырим. Ну что, мои хорошие, я вас люблю. Большинство проголосовало, чтобы я сделала масочку. И ещё вы проголосовали за то, чтобы я мыла голову. Вы, мои хорошие. Не знаю, кто как делает, но я сначала сделаю масочку, потому что иногда нужно смывать, короче, потом вот эти вот все штуки, которые на лице остаются. Поэтому мы сейчас сделаем маску, а потом пойдём мыть голову. Ю-ху! Та-да-да-дам! Так. Так. Открываем. Ой, как там всё склизко! Всё время я теряю свои резинки. Вот я вечером ложусь спать, снимаю резинку, а потом утром, короче, не могу её найти. У меня все резинки, вот море резинок, прям вот такая упаковка лежит в одном месте. И вот уже там нет вообще резинок. То есть все эти резинки, вся эта упаковка находится где-то непонятно где. Смотрите, это какая-то маска такая прикольная. Вся такая пропитанная как следует. Я буду сегодня какой-то пандой похожа. Мне кажется, я делала что-то похожее уже. Ой, мамочки! А я так хочу прям увлажнить личико, потому что вчера было в солярии. Ой, какой смешной! Так, управляем. Вот я пандочка. Ой, хорошо-то как, девочки! Я вас так люблю! Спасибо! Представляете, вы бы сказали нет! И вот я бы мучилась. Целый день. Пришлось бы только на следующее делать. Сегодня живым моим днём управляю. Все, мои крошечки, масочку сделала. Кайф-кайф, теперь иду мыть голову. Как хорошо, что вы меня с грязной головой не оставили. Спасибо! Как хорошо, что вы меня с грязной головой не оставили. Спасибо! Молочня придержит чистую. Мальчик все же пришел, да? Настало то время, когда ребенка можно оставить, ну, как бы в комнате. Я знаю, что где там лежит, куда он может залезть, куда нет. И, в принципе, можно побежать и искупаться, и не переживать. Так, ты что за камеру взялся? Все, мама смывает бальзамчик. И все. И будем дальше. Подписчики будут дальше управлять нашим днёмом. Ты машешь? Он вам машет, вам не видно просто. Ну что, я искупалась, намазалась вся кремом. Теперь надо задать вопрос вам, красится мне вообще или нет. А потом, если красится, то ярко или так, повседневно. Вообще, я не люблю... Вообще, я не люблю краситься, поэтому я бы голосовала, чтобы мне вообще не краситься. Но вы редко видите меня накрашенной, наверное, вы проголосуете, чтобы я накрасилась. Потом интересно, как. Наверное, ярко, потому что ярко я редко крашусь. Посмотрим. Ну что, мои хорошие, я сделала маску, помыла голову. Как вы мне и сказали. Теперь мне нужно понять. Я уже сделала опросы, ещё не смотрела результаты. Мне нужно накраситься. Нужно ли или нет? Сейчас мы посмотрим с вами, нужно ли мне краситься. Пока вы выбираете, кстати, наряд. Вот у меня два наряда. Ой, где наряды? Нарядов уже нет, пацан их разобрал. Но в инстаграме всё есть. Итак, ой. Так, красится или нет? Вы проголосовали за то, что да, красится. 80% за то, чтобы краситься. Значит, я накрашусь. Дальше я спросила у вас. Волосы как мне, прямые или локоны? 68% проголосовали за то, чтобы я сделала локоны. Значит, будут локоны. Так, а макияж, кстати? Макияж. Яркий или дневной макияж? Ой, я вас люблю. 60% голосуют за то, чтобы макияж был дневной. Спасибо вам большое, это намного легче делать. Итак, сейчас я буду делать локоны тогда по вашему запросу. А потом накрашусь. Дневной макияж. Это самое мое любимое. А потом буду смотреть, что же вы выбрали, что за наряд вы выбрали для меня. Ну что, приступим. Локоны я делаю очень просто, с своей любимой пловочкой. Она греется у меня буквально 10 секунд. Поэтому, в принципе, для меня это не составит сильного труда. Не прыгай, Дэнни. Сейчас, кстати, кручусь и думаю, я сделала еще пост в Инстаграм, к кому мне ехать, Кристине или Клене. Но ни одна из них вообще не планировала, я думаю, со мной встречаться или еще что-то. И они наверняка такие увидят пост и подумают, опачки, куда они проголосуют, куда она поедет, интересно. Мне кажется, они не поняли. Кристина такая, наверное, давай быстрее все снимать, потому что знает, что я ее буду тащить к себе. А Лена, наверное, вообще силы насобирать, чтобы со мной встретиться. Но она вообще на работе. Лена на работе, и это ехать здесь, ну, в городе. А Кристинка, скорее всего, за городом, и к ней ехать за город. Ну, мне кажется, они обе напряглись. Ну что, моя прическа готова. Вот, теперь у меня будут такие красивые локоны сегодня целый день. Спасибо вам. Так, нужно что-нибудь у меня? Подровнять вот этот, наверное, еще подкрутить. Можно и все. Я обычно, когда кручусь, потом передние локоны все равно приходится подкручивать, чтобы впереди было более так эффектно. И пойдем с вами краситься. Я взбрызгнула всю эту красоту лаком, дабы дезафиксировать это на подольше. И теперь я уточняю, какой вы все-таки макияж хотите, потому что разрыв очень маленький между ярким и дневным. Вот я еще раз зашла, и все-таки дневной преобладает. 61% это дневной макияж. И я уже, в принципе, все подготовила для дневного макияжа. Сегодня мы будем его использовать в фаберлик. Вот просто фаберлик, минимум всего, и вы увидите, какой классный макияж. Первое, что это мой любимый корректор. Я беру самый светлый, и даже сейчас под загорелую мою кожу все замечательно будет. Новый, как всегда новый взяла. У меня же есть использованные, но я их не могу найти, у меня на самом деле их очень много. У меня штук 7 их, наверное, лежит, и все они, ну, незаконченные. Это вообще лучшие корректоры, которые я пробовала. Итак, корректором я замазываю все, все свои недостатки, все свои особенности. Короче, покраснение вот здесь, вот здесь, вот здесь. У меня постоянно вот тут вот покраснение какие-то вокруг носа. И под глазками. Я буду использовать вот такой вот бронзинг. Пудра очень прикольная, переливающаяся. Вся, давно ее купила в фаберлик. Она вот такая вот, золотистая. Она у меня уже рассыпалась, я ее собрала обратно. В общем, мы ей сделаем, как бы и, это будет такой и бронзинг, и контуринг. В общем, вот такой легкий, легкий вот что-нибудь. Не пойму, что как румяна, между румянами и контурингом. Просто сделаем какие-то акцентики. Типа я такая загорелая. Загорелее, чем есть на самом деле. Шея, естественно. Что там за наряд вы мне подготовили, интересно. Ну и все. Вот, минимум. Все, видите, немножко личико такое раз подзагорело. Дальше я беру тени фаберлик вот такие вот классные. Ну, у них все там есть расцветки, они все классные. Прям беру пальцем. Давайте сделаю перламутровенький, беленький перламутровенький. И я наношу вот сюда, пальцем. Пальцем почему? Потому что лучше всего цвет пигмент передает именно пальцем. Мне кажется, что достаточно будет, и не надо больше ничего, даже никаких. Просто перламутровые, они с розовиночкой такие. Я давно заметила, что пальцем лучше передается пигмент. Видите? Красиво. А-а-а, внизу чуть-чуть. Ну и можно кисточкой чисто вот взять, допустим, и вот этот вот красноватый такой, вот он розовый, какой-то такой непонятный. Вот, ну, чуть-чуть сделать под глазками. Вот. Кстати, этот же белый можно использовать и под... Вообще, на все веко можно нанести. О. Вот, ну, и буду так блестеть, и что? Мне кажется, очень хорошо. Не, ну, можно только под веко, но я что-то решила на все. Знаете, так фиганула случайно, а потом думаю, что, ну, нормально, что, пойду так. Не вытирать же теперь все. Но здесь можно было бы сделать кисточкой. То есть вот здесь пигмент хороший, делаем пальцем, а вот тут кисточкой. Ну, я уже сделала, так сделала. Пусть будет. Подкрасим разнички. Все, и конечный, заключительный, это вот такая вот блеск Фаберлик. Что может быть более дневное? Я надеюсь, мой дневной макияж вам нравится. Все, теперь пойдем смотреть, что же приготовили, что же мне надеть на себя. Открываю, смотрю. На самом деле, вот два вот таких образа я выложила. И на самом деле я хотела надеть вот этот вот. Мне очень нравится, мне кажется, он более контрастный. Но вы проголосовали вообще за другое. Ну, ладно, я одену. Не ожидала от вас, девочки. Вот такой наряд вы мне выбрали. Это кофточка и эти шерстики. В принципе, мне очень нравится. Даже на фото оно выглядело не так, по-моему, симпатично. Я такая очень милая, классная. Только теперь надо придумать, что на ноги надеть. Надо подумать. И снова мне нужна ваша помощь. Одеть шлепки, только их надо помыть. Или кроссовочки одеть. Сейчас выложу в сториз опросик. Конечно, мне не хочется одевать кроссовки. Я бы просто надела шлепки и все. Посмотрим. Конечно, мы с вами долго собираемся. Пока я буду узнавать, что же вы все-таки выберли, кроссовки или шлепки, я смотрю, что вы уже голосуете за то, чтобы я поехала к Кристине. 83% говорит. Едь к Кристине. Но сейчас мне надо ей позвонить тогда и спросить, чем она занимается, и готова ли она меня вообще принять. И в курсе ли она, что за нее голосуют. Давайте ей позвоним. Она, наверное, отключила телефон от страха. Привет. Критик Нолик, привет. Привет, привет. А ты видела сториз? Нет. Я только до спорта досмотрела. До откуда? Ну, спорта. Я вчера на спорт ходила, что-то. А, то есть ты не смотрела, что подписчики проголосовали, чтобы я ехала к тебе? Да, ты чё? А, окей, сегодня день, это ты решила снять. Да, сегодня подписчики управляют моим днем, и я сделала выбор. Ну, они меня одели, накрасили, накрутили уже. И я говорю, к кому ехать, к Лене или к Кристине. Ну, ты с большим перевесом как бы вырвала эту победу. И чё, ты дома? Ну, да, у нас векает дома. Ну, тогда ждите нас. Нас-то, Денька? Ну, конечно. Ну, давай, давай. Ну, всё. Всё, давай. Давай, давай. Готовьте там блинчики, чай, вкусняшки. Хорошо, давай. Давай. Ну, всё, видите, как отлично. Кристинка – это такой человек, который на всё быстро согласен, рад. Ну, не на всё, но что касается меня, я рада. Она мне редко отказывает. Всё, короче, мы тогда собираемся. Сейчас пацана одену. Но давайте пацана одену без вас, потому что это будет вообще долго. Мы к вечеру приедем тогда. Сейчас я его быстро надену. Пойдём, сядем. Он в машине должен уснуть. Крошки мои, я пацана уже одела и увидела шлёпки. Помните новые? Я же покупала. Вот они. Так они сюда идеально подходят. Но я должна спросить у вас. И, кстати, я сделала опрос по поводу кроссовок или шлёпок. И там прям вот 50 на 50 было в разнице в 2%. Я подумала, сейчас если будет более перевешивать вот здесь вот, да, допустим, шлёпки или вот такие босоножки, то мы тогда выберем из второго что-нибудь. Пока вы там думаете, есть время. Я себе сделала кофе, возьму его с собой. Девчонки, вот сколько вот я беру кофе, очень редко, когда кофе будет классный. Поэтому я поняла, что лучше делать его дома и брать с собой. Тем более у меня всё есть для этого. Сейчас, мой зайчик, сейчас. Мама вот делает себе молочко, еду. Это место еды у меня. Где мой зайчик? Привет. Давно покупала вот эту вот косынку с кепкой, нигде не могла найти. В одном месте она нашла, по-моему, стоила 600 там или 590 рублей. Походу она нам маловато. Это как, Лёва? Деньки. Пойдём собираться уже. Я запыхалась, устала вообще. Слушайте, этот день снимать на самом деле непросто. Всё, давайте смотрим, значит, что у нас здесь. Смотрим. Значит, кроссовки или шлёпки, видите, почти 50 на 50. Дальше я выставила. Но я в босоножке голосую. О, да, 20 и 80. Одеваем босоножки, бежим. Так, ну что, смотрите, мы конечный наряд. Всё. Я надела эти шлёпки. Единственный момент может быть, что они могут мне натирать, и они могут вдруг порваться, если они не очень качественно сделаны. Но будем по ходу решать. Всё. Денькин, иди одевайся, обувайся, побежали. Ну что, мы отправляемся к Кристинке под мой образ, не буду спрашивать. По-моему, идеально подойдут эти очки. Слушайте, всё нагрелось, даже то, что не было на солнце. Мы еле сели, горячо прям. Вот уже, как я говорила ранее, у меня очень быстро холодеет машина. Вот у меня очки были вот здесь, вот в бардачке. Вот эти вот железные прутья, все горячие, кипяточные вообще. Всё, ну я краса вообще. Обязательно я должна сегодня нафоткаться с девчонками. Немножко разврата, конечно. Ухточка такая, как бы развратинка немножко. Давай, пацан варёный. Ааа, обжигает, зараза. Пацан варёный сейчас уснёт, пока мы будем ехать, потому что к Кристинке ехать не ближний свет. Я не знала, вот эта музыка заиграла, и он уснул. Я буквально смотрела три минуты назад, он не смеет. Ну чё, пацани-то дрыхнет, я выключаю кондёры вообще на минимум, 24 градуса, пусть машина работает, а мы пойдём к девчулям. Я же забыла, что тут собака. Собака! Что кричишь, собака? Привки. И вот она, она. И чё, ты ожидала меня сегодня увидеть? Ожидание, реальность. И почему ты не смотришь мои сторисы? Да потому что я спешу. Куда? Делать. Снимаешь всё? Ну я, нет, я видео делаю. Пацан спит в машине, только уснул. Я высыпала. Фикс прайс вчера пробовали, Светка, я высыпала. На фикс прайс? Походу. Вообще Кристина злая, и она на меня злая. Она, по-моему, не рада, что мы приехали. Чего ты будешь меня угощать, зараза? И не надо, вот видите, она злится. Вы видели, когда я злую Крису? Сейчас я её поймаю. Давай, злись, покажи, как ты это делаешь. Всё, пошли. Вон, не. Ну как цветы, которые я взращивала? Не покладаю рук в сонных ночей. Я вот всё. Это ты взращивала или твоя мама? Ну, под моим чутким руководством. Красота вообще. Крепота. Ну дай тебе поцелу. Ладно. Да, ты меня обидела, а сегодня зацелук взяла. Вчера, Денька, вообще, знаешь, что я сделала? Сказала Кристина. Нет. Мы, короче, с ним ложились спать. И ты обиделась? Нет, нет, слушай. Мы ложились спать, он что-то бесился, 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 и ногой мне как зарядил, короче. И я такая, всё, блин, ты обидел меня, короче, повернулась, такая, отвернулась. Он ко мне, короче, подлазит, девочки. Подлазит. Что-то рукой такой, что-то хнык такой, ну, как бы расстроился, что обидел меня. Потом, ну, Крис, ну, пожалуйста, не делай, что ты меня не слушаешь. И потом... Я осматриваю. Слушай, слушай. И потом такой, ну, я слышала, он такой хнык, и такой сел рядом. И я такая поворачиваюсь, говорю, чего ты маму обидел? Маме больно. Он берёт, вот, держи вот так, держи сейчас, держи, держи, подержи, я покажу. Он берёт, садится на подушку, вытягивает ноги, берёт двумя руками мою голову и кладёт себе на ноги. И вот так обнимает. Я охренела, я прям расставила, знаешь, слёзы такие. Потому что такой рандаш, такой маленький, хороший. И потом я такая, ну, моя зоя, моя целовала, я его расцеловала. Что, разбудим? Не-не-не, я его расцеловала, короче, и потом такая, ну, всё, я тебя простила, целую, такая, это, он всё равно хватает мою голову, и опять кладёт. И всё, ему так сидели, пока мне надоело. Ты спишь? Я заметила последнее время, Селена не провидится вообще. Я тебя покусить хотела, а не поцеловать. А я хочу... Ты не заслужила моих поцелуев, только укусов. Да, мне так что-то все покусали, блядь. Всякие Селены, всякие камашки, камушки. Чё твоя сестра не уходит? Ну, пойдёмте туда, не хочешь? Да, тётя Таня, у вас что, есть блинчики? Конечно. Я хочу, мои любимые блинчики. Смотрите, в гостях у сказки Виктория. У сказки? Да, вот там сказка справа стоит. Сказочная кризис. Чё ты будешь кушать? Я буду кушать суп вожарное, и я люблю оборудование. Вот, кстати, тётя Таня сказала, что ты ничего сегодня не ела. Ты что, на диете? Нет, я была за металлами. Подготовка и кинзам. Красивые такие. Смотрите, тётя Таня сварила варенье малиновое. Сейчас я буду это есть с блинами. Блин, девчонки, спасибо, что вы мне сказали к Кристинке поехать. Сейчас я вкусно поем. Девочки, к вам как хочет Кристина? Девочки! Кристина обратиться хочет? Обращайся, вот, Светлана. Девочки. И я, и ты ешь на фоне там. Ешь аккуратно, красиво. Большое спасибо вам отдельно. Вот не могу я в Инстаграм это сказать. Большое спасибо, что ваши лайки, ваше голосование, как сказать, непредвзятое, беспристрастное, привело вас, ой, вас, вместе. А, меня с ними. Мой очаг, мой уют. Я варенье малинового сделала. Да, мама твоя сделала, ты даже не знала об этом. Блинов наготовила. Вот вручка маленькая. Когда же она, думаю, подъедет, отведает-то моего, моих, как чего это, сказать, кушаний. Да ладно, мама моя, да, делала. Таня, спасибо. И спасибо вам. А вы видели, что девчонки делают? Лук едят. Кристина так вообще жменье просто его. Подождите, во-первых, этот лук с сада домашний. А, с сада. Да. Кстати, варенье, малина тоже с сада. И вот Таня мне еще вишенку принесла с сада. Очень вкусно. С три вишенки. У нас до дна дерева, три вишенки. Да, и вот такие блондинки, красотки тоже едят лук. Очень. А как ты, кстати, будешь целоваться потом? Или ты не планируешь? Я сейчас не с кем целоваться. Сразу видно, что ты не смотрела историю любви. Да. Вики, ну, что случилось? Ну, пока ничего. Он в армии. А, я думала, вы расстались. Нет. Пока что. Ничего себе. Интрига, интриг. Ну, как получается ждать его там? Получается. С Кристиной ждем. Когда она со мной, то получается. Когда без меня, я вообще ничего не буду прощать. А ты сняла историю любви? Как там ты без него? Просила совета? Да. Советы. Вы подписчиков? Как мне поступить, да? Пишут. О, нифига себе. Девочки, я оставлю ссылку под видео. Посоветуйте. А у тебя есть вопросы, да? Тяжело как-то? Ну, да. Блин, интересно. Я посмотрю, что-нибудь тебе посоветую. Короче, тебе нужны советы, и ты там, короче, не знаешь, что делать тебе с твоим парнем. Либо его бросить. Нет, я в этом плане. Но там ситуация, я просто все рассказала, поэтому тут сейчас долго об этом рассказываю. Девочки, девочки, говорят, что им понравилось, как вы меня нарядили сегодня, да? Покажите. Мне кажется, что придает легкость эти локоны. Локоны, макияж. Прям такая вся струя. Естественная. Натуральная. Натуральная, красивая, игривая, лесбинская роса. Мои подписчики меня любят? Да, но ты просто в человека превратилась. А до этого что было? До этого полу. Полу. Полу человека. Вселенная полу человека. Полу человека. Полу человека. Первый раз у нас просто такое. Обычно я успевала как бы вернуться в машину. Короче, мы сейчас едем в ТЦ. Только я еще не знаю, за что вы проголосовали. В машине у ребенка мультики играют, чтобы он успокоился. Поэтому мы едем в ТЦ, а там уже решим вообще, хотели бы, чтобы мы ехали в ТЦ или нет. Но мне кажется, что да. Че нет-то? Да. Беру с собой девчонок. Они немного без настроения, потому что малой сейчас всем его под этого, подрастроил. Сейчас он успокоится, все будет хорошо. Ой, прохлада прям в ТЦ. Скорее забегаем, девочки. Так, я сделала вопрос. Хотите ли, чтобы мы поехали в ТЦ? 78% проголосовало за. Сейчас вы будете помогать мне делать какие-нибудь покупочки. Я хочу зайти в один магазин и хочу купить кое-что. Блин, надо было очки оставить. Кристина мой незаменимый помощник. Мы не берем колясочку, потому что пацан будет бегать. А я забыла совсем, что Кристине нужно было одеть шлепочки, чтобы она его догоняла. А мы посидим где-нибудь, да, Дэн? Ну пойдемте зайдем, может, в магазин сначала тот, который я хотела. Спросим у девочек купить мне или не купить то, что я хочу. А может мне еще что-то понравится, и вы мне поможете с выбором. Все в Инстаграме будет. Сейчас сначала посмотрим, что, а потом сделаю опрос. Смотри, как девочки меня нарядили сегодня. Вообще, Кая. Кая, спасибо. Крошки, зашла сейчас в Ньюбалансе свои, смотрите, вот они они. В Ростове у нас. А в Ростове у нас вот эта моделька начинается с 40-го размера. Теперь понимаете, почему мне нужно было так далеко ехать за ними, да? Вот так. Зашла в магазин Левис, присмотрела себе футболочку. Одну сейчас покажу, какую. Вы же убрали, да, далеко? Короче. Я ее отложила. А, сейчас покажу, какую футболочку, но я не могу ее купить. Она мне понравилась, но я не могу купить, пока вы мне не скажете. Да, пока вы мне не скажете, брать ее или нет. Вот она. Так что жду 20 минут. Здравствуйте. И определимся, брать ее или нет. Спасибо. Я надеюсь, что вы проголосуете за. Она мне понравилась. Если вы не проголосуете за, я просто в другой день ее пойду и куплю. Посмотрим, вкусы наши совпадают или нет. Крошки. Я же такая, все уже думаю. Брать да не брать Левис. Сейчас все жду, очень хочу, чтобы вы сказали да. И, в общем, мы мотаем, смотрим, что же у нас. За что проголосовали. Так. Брать ли футболку? Та-дам. 69% проголосовало, что да. Поэтому сейчас я иду в магазин Левис и забираю свою футболочку. А еще я здесь увидела одно кресло. И тоже спросила у вас. Сейчас отойду. Хорошо, у меня помощница. Я не знаю, как без них было бы. Так. Сейчас. Вот такое массажное кресло у вас здесь есть. И я захотела сделать массаж, но я же не могу сесть на это кресло, пока не спрошу вас. И я спросила. Давайте посмотрим. Я, естественно, голосую. Да. Вау, 73% говорит, делай массаж. Спасибо, мои крошки. Я вас так люблю. Сейчас буду кайфовать. А сейчас футболку заберу. Как вы сказали, мне сначала я решила поделать вот это вот все. Только я не пойму, как оно работает. О, все, села. Пошла. Так. Вон, иди сюда. Почему ничего не работает? Пошла. А, он вылез. Вылез лагинка. Давай, залазь. Я хочу... Я хочу позаниматься. То есть, чтобы меня помяли. Кристинка ждет, стоит. Секси моя, вумен. Он не работает? Тут, наверное, работает. Блин, времени мало. Ой. Давайте, выйдите, садитесь. Спасибо большое. Мне надо срочно помассажировать. Иди ко мне. Пойдешь ко мне? Пойдешь к маме массажировать? На, держи. Сними нас. Иди ко мне. Сейчас мы не дядя сделаем. Все. Все, мешает. Обалдеть. Погодай, что у вас ошли? Да, вошли, вошли. Это инистрация, нет? Ну, там можно. Хорошо, все. Все, все. Мальчик. Все, расслабьтесь, что любимый мужчина массаж. Сними, когда-то, какие-то редкие моменты. Спасибо моим девочкам. Ножки, ножки, ножки хочу. Ну, почему они не сжимаются? Мама ножки хочет. Ну, так, в принципе, молодые мамы могут, да? Что-то в коку пошли. Ну, вообще, кай, только я хочу ноги, чтобы мне поделать. А я не пойму, может, там надо отдельно что-то нажать? Ну, что, похоже на массаж? Конечно, да. Так. И ноги прям в головку вот так вот. Ноги пошли, креслими, как ножки массажерки. Девочки, ну тебя. Это что у меня на ногу? Крис, это такой кайф. Ты это видишь? Опять в коку какая-то штука пошла. Там такая поднимается, упирается в задницу. И останавливается. Чего, ты насиделся, что ли? Кристиан за такую путь бегать? Ну, не даст камеру, да? На, я подпощу Вику. Ай, мне вибрирует. Девчонки, спасибо. Ну, я не сомневалась, что вы не скажете нет. И еще спасибо за футболочку, потому что тоже я сейчас... Она нам всем понравилась очень. Мы хотели, чтобы вы проголосовали за нее. Ой, пошло. Так, идем в магазин. Берем футболку. Все, можно в футболчик? Заберу. Кстати, тут шлепочки еще интересные. Вот такие вот мягенькие. Можно было бы померить, кстати, тоже. Но мне кажется, что-то поинтереснее есть. Все, теперь буду модная с футболкой, короче. И хотела шорты купить, но что-то не нашла интересных шортов. Я, кстати, первый раз здесь что-то беру у вас. Да? Все время я проходила. Как-то да. Вот этот пакет. Носите, другое сделано? Спасибо. Фу, я устала. Последнее задание, наверное, на сегодня. А может и нет, не знаю. Короче, я увидела вот эту тачку и спросила у вас, сесть мне затестить ее или нет. Вы все сказали, сядь и затесть. Ну, пойдем, сядем, затестим. Сейчас девочки. Не затестю. Подержите, пожалуйста. Садитесь. Ну, я думаю, да, а что он тут стоит? Пойдем, машина. Давай спросим. А можно садиться, да, в машину? Можно. Можно. Да, супер. Дэнь. Че, тачку пойдем, сядем? Опа. Пацан, рули. Садимся. Давай скажем, что... Как-то ты уже что, переключаешь скоростюхи сразу, да? Ты уже знаешь, как ехать, да? Ну-ка, Фокус, есть. Давай, переключай. Молодец. Рули. Рули. Пацан дала уже соску, потому что невозможно, честно говоря. Он хнычит. Он вообще супер-мега-капризный, когда мне что-то нужно снимать. А что, очень даже комфортная машинка мне нравится. Стоит она 450 тысяч. Да? Да, 450 тысяч нормально, мне кажется. Офигенно. Это фольксваген какой-то. Подстаканники. Тут все для подстаканники у меня есть. Зеркала есть тут? Вау, даже зеркала есть, смотри. Да. Что еще? Очки сюда можно положить. Свет. Тут ничего не работает, сейчас ничего не включено. А у пассажира есть зеркало? Тоже есть. О, класс. Ну что, Дэнь, тебе нравится? Пошли. Девчонки заждались нас там уже. Все, пойдем. Сели в кафе, и я не стала долго выбирать вообще. Я хотела либо молочный коктейль, либо фреш, либо смузи. Но в инстаграме я могу вам бросить только что-то. Либо одно, либо другое, правильно? Поэтому я думаю смузи, потому что никогда его не брала. И мне вот понравилась тут маракуйя, вишня или ягоды, банан. Я вас просто спросила, какой из них мне выбрать, и я не знаю. Сейчас посмотрим, что вы мне там, что вы мне там советуете. Я пока жду, что же вы мне выберете. И Кристине пока делают, несут заказ. Мы тут вот развлекаемся с пацаном. Он сегодня вообще мне в настроении. Мы как приехали в ТЦ, по-моему, он, да, с самого начала и капризничает. Как проснулся. Вот он как проснулся без меня в машине, офигел. И устраивает кузькину мать, похоже, мне мстит. Ой, кто там? Там девочка какая-то прошла. Аккуратно, Дэн. Головка, аккуратно. Ну, девочка прошла, поздоровалась с тобой, да? Почему ангелочек? Да. Короче, я сделала сейчас опрос, какую пацану дать кашу. Вот это у нас сами с усами, это овсяночка, а это у нас фрутоняня, молочко, гречка, молочно-гречневое с яблоком. Мне кажется, вы выберете молочно-гречневое с яблоком, но пацан уже скорее схватил вот, что попалось ему, он уже ее открыл. Поэтому ее надо дать. И, ну, хорошо, если мы совпадем, как бы, да? А если нет, то, блин, первый косяк, и вы не управляете. Дэня управляет нами всеми здесь. Так что я ему наливаю овсянку уже. Что мне выпить? Маракуйя. Маракуйя несите. 58 процентов. Ай! 58, короче, процентов проголосовала за то, чтобы я выпила маракуйю. Разрыв очень маленький, на 8 процентов. И женщина тоже какая-то не в духе, да? Если бы вы не готовы, подойду по коже. Давай, я попробую вкусную. Давай, попробую вкусную. Дай мне, попробую вкусную. Вообще, вкусно, кофе. С молоком. Да, это не молочный кофе. Делают, конечно. Я надеюсь, мне что молочный. Не похоже, да, похоже, что кофе просто. Не, мы это выпьем просто, что-то вообще. Как кофе с молоком. Как кофе с молоком, да. Тоже не понятно. Может, это и предполагать молочный кофе. Сейчас спросим. Сейчас спросим. Девушка, а вы делали молочный коктейль с кофе? А что там за ингредиенты? Он похож просто на кофе с молоком. Вам мороженое? Наверное, не положили, потому что мы не чувствуем это молочным коктейлем вообще. Просто. Она говорит, вам мороженое не положили? Я говорю, вам нет. Ну, здесь нет мороженое. Вот попробуйте. Мы как бы отдельная трубочка. Сейчас нам переделают. Хотели нас развести, походу. Она говорит, вам мороженое не положили? Я говорю, ну, мороженое вообще не чувствуется, обычный кофе с молоком. Она говорит, я переделала. Может, она не плюнула. Главное, чтобы не плюнула, да. Ну, я вроде по-доброму, а не по-злому. Так вообще, каждый нам может плевать, и мы не догадаемся. Надо жрать дома. Девушка сказала, что мороженое было до этого, просто он растаял, и поэтому не было вкусно мороженое. Был вкус только молока. Мне кажется, это не сурмана. Мне кажется, тоже, что... День, скажи, что ты думаешь по поводу сегодняшнего дня? Нам еще предстоит... Маме сейчас смузи должны принести. А ты выбрал овсянку, не успел дождаться девочек. Ты что, глазки строишь там кому-то? Сам себе? Поцелуй маму. Покажи, как ты маму любишь всем. Давай. Как ты маму любишь поцелуй? Давай. Да я сама готова хлопать. Ну что, мне принесли смузи. Вообще, я не любитель, честно говоря, смузи. Но вкусненько, кстати. Ой. Мама бы моя сказала, кисло-кисло. Но она кисло-сладкая. Будете пробовать? Да, да, буду. Вкусно, освежает, мне нравится. Спасибо, крошки, хороший выбор. Ой, крошки, вот и день закончился, вышли, уже темно. Ну вот из того, что вы мне выбирали сегодня, все хорошо, только эти босоножки. Вот они. Фокус. Мне сенсорный фокус, поняли? Короче, эти босоножки, они натирают мне, и я в них вообще, как непонятно кто, ходила сегодня целый день. Семена, ты как в Голливуде идешь, сзади тебя, так все блестит. Да, смотри, этот горизонт, это все как в Голливуде, смотри. Я как в Голливуде. Вот. И на самом деле все уже, силы моих никаких нету. И девчонки устали, и время позднее. И я хочу скорее снять эти босоножки. Ну что, мы сели по коням, и сейчас я девчонок должна отвезти там на одно место, откуда они вызовут такси. И вот я думаю, спросить у вас, отвезти их туда или нет. Ты можешь уже не спрашивать, да нам когда-то, ты уже когда-то пообещала перед тем, как, так что не надо тут. Да шучу, шучу, прикинь, вы такие, я говорю, отвезти девчонок на назначенное место, вы такие, нет. Это я говорю, вы метайтесь из машины. Да шучу, я никогда такого не сделала. Конечно, отвезу куда надо. Девчули, и поедем домой. Скорее домой раздеться. Мы пришли домой, я снимаю эти шлепки. Мои ноги просто в офиге. Вообще не люблю, честно говоря, обувь через палец. Особенно, если ты ее не носил все время, но шлепки еще, может быть, нормально, а вот когда такая обувь, которую ты еще не разносил, вообще жесть, конечно. Все, мы пришли, короче, малыша надо укладывать спать, время 10 часов, вот. Ну что, могу сказать итог нашего сегодняшнего с вами дня. Мне, в принципе, понравилось, и вообще я уже чувствую, что это какой-то заразительный такой момент, все спрашивать, что мне нужно сделать. Я уже представляю завтрашний день, и уже думаю, ой, я вот здесь спрошу, вот здесь спрошу, ну, интересно, то есть любопытно. Мне понравилась наша обновочка сегодня, в принципе, мне понравилось, как мы провели сегодня время. Понимаете, что если бы вы выбрали, например, поехать к Лене, а не к Кристине, день совершенно сложился бы по-другому, да? Вот, поэтому по-своему. Но Лена сказала, что завтра ко мне приедет, так что будет во влоге у меня, увидите ее. Все, мои хорошие, надеюсь, мое видео вам понравилось, и надеюсь, что вам понравилось управлять мною. Если так, ставьте лайки, я посмотрю, нравится ли вам такое видео, может быть, мы еще что-нибудь подобное снимем. А может, повторим один из дней, тоже будете управлять моим днем. Все, я вас люблю, целую, побежала пацана укладывать спать. Вот такая теперь у меня модная футболочка есть, благодаря вам. Вообще хотела зайти в Томми Халфиггер или Халсиггер, как его Халфиггер правильно называют, но там не было вот чего-то такого простого. Я хотела беленькую, чтобы вот тут было синий-красный, что-то написано. Зашла в Левис и увидела такую футболочку. Кстати, мне самой было интересно, я ни разу не брала у них футболки, сколько стоят. Вот в Томми Халфиггер, там, надеюсь, правильно говорю, там вообще безрукавка была с похожим принтом, ну, что мне нравится, там звезда такая. Она со скидкой стоила 2400. В Левис футболка вот эта стоит 1900. Еще я заходила в Мустанг. В Мустанге самые дешевые футболки 1340, ну, из всех вот этих. Вот, но мне это очень нравится. Спасибо, что сказали мне ее купить. Именно в этот день.